Всем привет! С вами Михаил Серков и Денис Абуховский. В чём изюминка любого города? Что остаётся на фото туристов? Правильно! Городские скульптуры. Чё ты без шапки? Нам уже сказали, всё время будет тепло. Ты заболеешь на раз-два. Раз-два? Да. Слушай, тогда я одену свою шапку, смотри. Вот так хорошо. Другое дело. Слушай, смотри, а звездочёт-то постоянно стоит и мёрзнет. А он вообще без ничего, без перчаток, без носков, без носков. А кто его оденет? Он же памятник. У меня идея. А что, если мы оденем все могилёвские скульптуры, так сказать, согреем? Заодно и узнаем о них много интересного. Согласен. Пожалуй, главный символ Могилёва – это звездочёт на площади звёзд. Творение минского архитектора Владимира Жбанова. Единственная в мире скульптура звездочёта появилась в Могилёве в 2004 году. И с этого времени стала очень популярна. Если верить могилёвской легенде, загаданное желание исполнится, если посидеть на стуле со своим знаком зодиака. Или подержаться за палец левой руки звездочёта. Владимир Жбанов – автор удивительно добрых и милых скульптур. Среди самых известных его работ в Могилёве – «Дама с собачкой» и «Станционный смотритель». Бронзовая композиция «Дама с собачкой» возле драмтеатра установлена в 2003 году. Задумчивая и романтичная, она как бы и является собой поклонницей одного из артистов, навеки застывшая в ожидании своего кумира. Плечи не прикрыты, холодно ж, бедняги. Срочно надевай. Смотри, что у меня есть. Согреть одну лишь даму было бы неправильно. Поэтому мы захватили специальные костюмы и для её питомца. Путешествия для большинства людей начинаются с вокзала. Все, кто приезжает в Могилёв на поезде, проходят мимо ещё одной скульптуры Владимира Жбанова – бронзового железнодорожника в полный человеческий рост. Подарок из Египта. Это поезд проезжал Могилёв-Фургада. И подарили. Ой, вообще стильняга. Сейчас мы на этого мужчину поставим жирную точку. Танционный смотритель прямо на перроне встречает гостей на железнодорожном вокзале Могилёва с 2009 года. Считается, что удачной поездка будет, если дотронуться до бронзового железнодорожника. А лучше сфотографироваться с ним. Появился в Могилёве с недавнего времени ещё один символ города – Лёва из Могилёва. Его создал могилёвский скульптор Андрей Воробьёв. Лев символизирует гармонию цивилизации и природы. А ещё он настоящий патриот с гербом на майке. Гимнастка – ещё одно творение Андрея Воробьёва. Стройная барышня так полюбилась могилевчанам, что в народе бронзовую спортсменку прозвали Люсей. Считается, что если дотронуться до неё и загадать желание, то повезёт в любви. А мужскую такую рядом не пробовали? Ну-ка. У меня есть майка «Беларусь 4 Могилёв». О, это замечательная майка, ребят. Две фотки. Здравствуйте, телерадиокомпания «Могилёв». Скажи, пожалуйста, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная? Молчит. Ответ лучше на вопрос. Какую скульптуру вы хотели бы видеть у нас в Могилёве? Новую. Новую. Это «Мумашаки». Вот, может быть, зубру, да. Зубру, да. Белорусскому, да. Ну, вот, может быть, с ребёнком возле роддома Аиста. Или женщине с ребёнком. Ух ты! Мужчину. Мужчину? Симпатичного, да. Просто красивый, высокий мужчина. Да, 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 с голым торсом. Спортсменом-конником. И спортсменом-бегунам, атлетом. Миш, а вот моё селфи с гимнасткой Люси набрало уже 109 лайков. А ты знал, что на самом деле скульптуру эту лепили не с гимнастки Люси, а с реальной девочки Маши. И она на самом деле акробатка. Угу. Сколько много интересного мы узнали. Не узнаем ещё больше, если будем встречаться где? У звездочёта.